доброе утро смотри как забор изнутри смотрится вот у нас уже очень жарко уже очень-очень ветерочек немножечко вот так и разговаривала с ними по сливной яме они не занимаются видишь какой получается как сделали надо будет потом я куплю этот как он называется мелкие мелкая крошка щебень или как он называется отсыплю 10 и тонировать не буду не хочу сейчас я выйду вот такая задвижка такой замок я уже закрыла его анюш от провожала с обратной стороны покажу вот так вот красивенько смотрится во-первых то что на бетон и крепко будет во вторых не сгниет никогда ну как бы там что и хорошо видишь сколько еще места остается вчера мудрила вот здесь вот между двумя соседями поставила там старый у меня был профиль коричневый я его вот здесь поставила же дырка образовалась собаки будут бегать туда будут залазить не будут мне главное чтоб ко мне не завозили так поставила там туз дырку не смогла сделать но и смотри какое расстояние видишь от забора и до деревьев еще вон смотри сколько много здесь тоже надо будет машину грунт возят надо будет объявление написать прямо грунт кто-нибудь привезет и я грунтом этим он бесплатно вот тут засыплю все видишь сколько вот тут получается и окошечко вот они сделали вот такой вот но здесь получается шурупы видно вот эти ничего страшного кошечка туда открывается вот так они бы с этой стороны с этой стороны них не получилось бы сделать резать они с той стороны аккуратненько обрезали тут под вашу рубика я потом гаечки сюда прицеплю ну чтобы их не они скрылись это вот такие гаечки прицеплюсь а так симпатично сделать прикручивали все вот эти штучки и окошечко вот такое не маленькая сказали нормальное такое я хотела тридцать на тридцать но откуда для зачем такое огромное как раз влезет эта штука вот потом уберет и я закрою вот так поспиливала деревья потому что слишком большие ветки доставали до забора ну и туда они переваливались посрезала вот вишенка моя вот затоптали ее но отрастет вот видишь вот так вот там у меня береза тоже срезала ее нижние ветки а ну он снова растет я срезала но я буду давать чтобы она деревом росло они вот этим кустым кустом вниз это вишня у меня на ножке обалденно вкусная но она шагает по участку а здесь не шагает он здесь растет нормально все вот здесь я сиреньки посадила тут сирень там сирене крыжовник но там крыжовник по моему пропал вот тоже там сирень поселила здесь белая сирень она такая кустом таким третий год и она вот так вот выросла здесь вишню садила она пропала вот вишенка вот это которая вот эта хорошая у меня я вот сюда посадила и тоже вот она осталась одна а здесь тоже вишню садила пропала здесь сирень тоже пропала сирень ну вот один один вот остался вот этот крепко сидит можно следующий год он отрастет я хочу их сделать карликовыми такими чтобы они маленькие были растить их вот как вот это карликово здесь елка вся паучине паучин ну и тоже видишь расстояние какое большое от дерева и до забора все паучине вот еще сколько мест и здесь тоже я это вот так вот все сделала тоже расстояние много тоже подпиливала ветки и тут вот тоже засыплю грунтом вот здесь вот надо было сделать с той стороны этот упор туда вот так вот замочилась дождик пойдет помоет хорошо замок и шпингалет все красота вот надо было сделать вот эти вот так вот сделали две петли зам для замка ну чё он не держит просто закроется а чтобы вот он его не то не туда-сюда ветер не бил вот сюда надо будет сделать вот сюда надо будет сделать сделать его тут дырку сделать и чтобы вот сюда ну арматуру можно что я не знаю где искать вот такой крюк чтобы его он сюда был сюда и сюда вот так и тогда он будет ну в бетон туда просветлить дырку алёшу попрошу или сосед не согласится алёшу попрошу он сделает вот туда две дырки и будет упор вот тогда не будет не буду стучаться вот так вот с одной стороны с другой у меня сверла есть по металлу если у него нету шуруповерт у меня есть болгарки у меня нет ну тут резать ничего не надо тут надо две дырки сделать маленькие и это вчера мне подсказал гриша десятку гитара и арматуру кусок арматуры отрезать но там болгаркой придется надеюсь у него есть болгарка у меня нету болгарки и кусок арматуры вот такой где-то чтобы она здесь торчала и туда заехала и когда она будет стоять две дырки сделать и все машина мне часто туда не заезжает ну чтобы ветра не болтала так вот поставили пока с одной стороны с другой и вот так все хорошо сделали здесь тоже здесь тоже расстояние я елку пришлось подстричь ну там веточки поломали я потом подстригу их ну что ж паутина то везде 6 конечно ну я подстригу чтобы ветки об забор не царапались и она и расти не будет здесь у меня гвоздика росла затоптали и он три какой шикарный как он пахнет вообще вкусно вкусно обалденно паснет вкусно вот такой пион шапочки такие две штуки одна вот вторая и вот третья будет расцветать и вон там еще один 4 4 4 5 нету 4 4 считала 5 как насчитала 4 прошлом году тоже 4 вот это у меня японская лилия у меня так сгорел можжевельник смотри как сгорел но она брос уже ну сгорел пришлось обчикрыжить был огромный огромный ну сгорел это розовая спырея ой вся в этом в тыле надо обработать платежки все розовая спырея это белая спыре он не росло там я его сюда пересадила потому что там эти задолбали сегодня сейчас обработаю видишь муравьи натаскали тлю вообще кипец сюда посадила ирисы рассадила там их много подсолнухи декоративные лаватера большой какая выросла и дела